Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. Уже 12 февраля состоится бой между Исламом Махачевым и Алексом Балкановским. И в преддверии этого поединка мы поговорили по видеосвязи с очень перспективным дагестанским бойцом Мурадом Рамазановым, тем самым которого тренер Забита Магомед Шарипова Мансуру Чекаев как-то назвал самым талантливым бойцом Дагестана. Сейчас Мурад тренируется в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, а в январе провел сбор с Махачевым в Приэльбрусье. Так что приготовьтесь услышать любопытные детали о бойцовском уровне Ислама. Рамазанов, обладатель рекорда в ММА 12-0, выступает в One Championship, где в декабре провел бой с чемпионом КСВ в полусреднем и среднем весах Робердо Солдичем. Мурад хорошо начал поединок, но после попадания в ПАВ Солдич дал понять, что не может продолжать драться. Следующий бой Рамазанов проведет с двойным чемпионом One Кристианом Ри. Почему не будет реванша с Солдичем, Мурад тоже рассказал в этом интервью. Также Рамазанов объяснил, почему Петру Яну совсем не обязательно ездить в Дагестан подтягивать борьбу. Оценил бойцовские навыки Шары Буллета. Рассказал, действительно ли на сборе команды Хабиба в Дубае были царские условия. И заявил, что еще не встречал бойца, которого не смог бы перевести. Если еще не подписаны на ушатайку, не забудьте подписаться и приятного просмотра. Расскажи вот сейчас, что там в том эпизоде произошло, кстати, было в ПАВ попадание или не было? Ну, я думаю, да, ПАВ попадание в ПАВ было, но не такое сильное, как имитировал, да, боец Роберто Солдич. Ну, как я чувствую, что из этой позиции неудобно было дарить такой силы, чтобы человек не смог продолжить. Тем более, ему давали время, достаточно времени. И Харбдин был удивлен, говорил, типа, успокойся, так бывает, дается время, и человек как бы восстанавливается и продолжает бой. Ну, он сразу же сказал с первой секунды, нет, я не буду, и все. Я был в шоке, я даже на Тереноках никогда не попадал, не помню, что за свою, чтобы я в Тереноках кому-то впадал, и там человек. И сколько у меня боев было любительских и профессиональных. Я первый раз в такой ситуации, столько перелететь в Филиппины, прилететь, и чтобы вот так с клетки выйти, пусть меня вынесли бы оттуда, или я его вынес бы. Не состоявшийся бой, я даже не представлял себе. Есть ли у тебя подозрение, что это была симуляция со стороны соперника? Да, я думаю, симуляция, потому что сейчас тоже организации всем интересный реванш, а мне так передали, что со мной не хочется драться. Ого, ничего себе. То есть повторного боя не будет, но это как-то странно, если честно. Странно, да, конечно, ты профессиональный бейс, утром-вечером тренируешься, тебя представляют супер-супер двойной, тройной. Я же за это, ну как бы, да. Я же везде в интернете говорил, что при первой же нашей столкновении, нашей завязке, что он поймет, что он ни с чем не сталкивался. Как бы это не скромно звучало, но я знаю, что я говорю. Когда я его прижал, повалил, я мог сесть в маунт. Он очень много сил тратил, чтобы встать. Я мог бы не дать ему встать, но я ему дал встать, и я почувствовал это дышание очень, как сейчас я помню, такое очень тяжелое, такое уже такое как истерическое дыхание у него было. Не хочу его как-то повторять сейчас, но она у меня в голове до сих пор сидит. Как он дышал, и я думал, он мой. В тот день я как никогда подошел идеально просто в сбору. В Дубае, Хабибе, потом второй в Таиланде, Тимур Валиев. Всю подготовку надо мной стоял, смотрел. У меня были очень отличные спаррик-партнеры разных уровней, аккаунтации бойцы. Я хорошо выспался, я размялся идеально. Я вышел в клетку, я посмотрел в глаза, уже я видел, что он мой. И когда при первой же этой завязке все, то, что я говорил, что он почувствует, что он прежде ни с чем не сталкивался, не связывался. Ну, так и получилось. И теперь он не хочет, как мне сказали, со мной реванш. А ведь его так мощно пиарили, вот даже если вспомнить слова Ферраса Захаби, тренера Жоржа Сен-Пьера, кстати говоря, полусредневеса. Ну, так вот, он же ведь говорил, что Солдич один из лучших полусредневесов мира, феномен там и прочее, прочее. То есть прямо из него такой какого-то монстра делали, одним словом. Нет, конечно. У него есть, да, свои какие-то наработки, свои коронные удары, которыми он выключает людей. Ну, я тоже кукурузу не охраняю, как говорится. Тяжело тренируюсь, работаю с лучшими бойцами мира. И я знаю, что я могу и на что я способен. Они, эти Ферраса Захаби, они просто, может, еще меня не знают. Даже в Америке, с кем-то тренера, известный тренера, с кем-то я видел, с кем-то, с кем-то, как я борюсь с лучшими грэпплером, с парингой, с бойцами МА. Вот они знают, до сих пор с кем-то на сфере. Вот кто-то пишет таких-таких, сразу в зале тренеров. Они знают, что я прикончу его. И других кто-то пишет. Я думал, Солдича будет аккуратно вести, да? По идее, по стилю я ему неудобно. По моему стилю я для любого неудобен. Я могу и бить, и бороться, и бороться сколько я захочу, а вот они не смогут бороться столько, сколько я могу и хочу. И я думал, они будут его вести, аккуратно вести, раскачивать. И когда дали же в первом же дебюте со мной бой, я так и помню, что они его заманили в Европу, потому что он паун-фаун в Европе, боец, двойной чемпион. И, видимо, заманить его в 1FC, чтобы я его закончил, прикончил, выиграл. Показать уровень 1FC, они его так со мной сразу свели. Ты смотришь бои, и вот если говорить именно про ударников, чьи именно защита от проходов на тебя наибольшее впечатление производит? Ну, того я видел, да, что там не могли перевести. Там Жоза Альда, наверное, да, там. Сейчас на ум даже не знаю, не так. Ну, и Петр Ян там, наверное, может быть, еще можно. Неплохо получается. Да, Петр Ян, да, он постоянно, потому что в Таиланде, как я видел, там постоянно бывают бойцы из Кавказа, вольники, игре просто кто отдохнуть, и там борцы. И там не набрать, ни, как бы, вот этих навыков, тем более с его чемпионскими амбициями. Если ты хочешь что-то набрать, ты наберешь и защиту, и все. По нему видно, что он такой боец, который, если есть какие-то пробелы, что он хочет закрыть этих пробелов, а вот постоянно находясь в Таиланде, там какие хочется парень-партнеры. Даже сейчас, там, если посмотреть на один квадратный метр, чемпион разных организаций. И там постоянно наши, как бы, из России, из Кавказа борцы, дрепперы, и там, как бы, и рубки, и все. И вот с этого он все принял, и из этого, наверное, такая защита, и остальные навыки мы все видели. Ну, в общем, это ответ всем тем, кто считает, что Петру Яну надо обязательно ехать в Дагестан, и, соответственно, кто возмущается тому, что в Дагестан не едет. То есть, имея в виду, что в Таиланде есть спальник-партнеры на любой вкус. На данный момент там и Дагестан, и весь Кавказ, и с России, там, все туда на бот едут. Напомню, как долго ты уже тренируешься в школе Абдулманапа Нурмагомедова? Уже в этой школе я тренируюсь полтора, два года, наверное, где-то полтора. До этого всегда тоже ходил и на поворотсы, и на спарринги, второй родной клуб. Ну, я так понимаю, что, наверное, со Стамом Махачевым вы работаете регулярно. Ну, это и все, у тебя полусредний вес, он легкий вес, это как бы все рядом. Да, бывает, работаем, вместе тренируемся. Ну, уже ближе, когда к бою, уже когда ближе к весовомке, у меня свои спарринг-партнеры. Ну, это, наверное, ближе к его весовой, да, уже. Мы приспособились друг к другу, и таким спарринг-партнером ты не получишь травму. Из-за этого он все время в обоями, как говорится, все время не травмируется, и хорошая кондиция, форма и подходит к бою. Это очень профессионально и правильно, я тоже это перенял себе. Бывает, что я и он работаем с большими весами, но уже ближе к бою, лучше от этого отходить. Ну, постоянно в этом, сейчас к бою, к этому бою у меня Мавлид Хайбулаев, чемпион ПФЛ. Вот, Артур Зайнуков, с ним, которые непосредственно полетели в Австралию, как спарринг-партнеры. В городе это, ну, всегда это тоже, смотря соперника, да, но Гажира, Бананов, ну, кого я видел. Ну, Ислам Мамедов, наверное, может, тоже видел весь, получается. Да-да-да, Ислам Мамедов, Маммур Магомедов, они примерно с одной весовой. А так, когда боев нет, мы тоже боремся, спаррингуемся. Но уже когда ближе к бою, у нас по своей весовой, по своим параметрам спарринг-партнеры. Вот как бы ты бы описал бы грэпплинг Ислама? С профессиональной точки зрения, да. В чем вот его особенности? Его особенность, я думаю, в плотности. Он не оставляет пространство. Так. Использует каждый свой, то, что я себе очень много от него перенял, как бы, да, как говорится. Не оставляет пространство. Можешь даже придерживать подбородком где-то, зацепить тебя. Каждым тазом, кистью, обездвиживание, как бы, да, вот. Не оставляет пространство. Я же больше так, напором, что ли, чуть-чуть по-другому, да. Вот именно у него вот эта плотность, даже вот, который он добер как задушил, да, вроде, оттуда не душится. Но видно было, как добер было нехорошо, да, в этой позиции. Так вот так же, так же Оливейро сразу постучал, потому что у него очень вот эта плотность, он прилипает, очень хорошо развито. Там очень технично, он постоянно отрабатывает, постоянно отрабатывает, хотя он знает и приемы, и все, но он доводит до автоматизма. Настоящий чемпион профессионал, да, как говорится. Пока еще такого уровня я не встречался, что я встречался с физически более, может, сильнее, все, но вот именно с той техникой, плотностью, то, что, наверное, с годами, с опытом проходит, что вот Ислам сейчас знаком с Ампики, еще не встречался. В зале Абдулманапан Дурмагомедова, Магомед Багандов, главный тренер, расскажи вообще, что за специалист, так скажем, я имею в виду про его методы, насколько жест и прочее, мы про него не так много знаем, хотя я думаю, что в Адмистане, безусловно, известный тренер. Да, он специалист изначальной базы, хороший тайский боксер, да, хороший, а сейчас очень с багажом тренерское, с опытом, уже подстроенный тайский бокс, подстроенный под ММА, вот мы хорошо все набрали клинч, на высаде дисклинча, вход в клинч, саму стойку, здесь посмотрим, что уже бойцы нашей школы дерутся на разных уровнях, это его тоже большая заслуга, это очень тренер своей дисциплиной, требовательная дисциплина, очень немаловажно, чтобы был порядок, что мне очень сильно понравилось, что там все работают в экипировке, в шлемах, если ты не оденешь шлем или там у тебя перчатки маленькие, ты не будешь спарринговаться, работать, кто бы ты ни был, какого бы ты чемпион, ты UFC, или кто бы ни был, вот такие вот правила школы. Его сам очень начитанно образован именно в тренерской деятельности, знает о нагрузках, о восстановлении, не просто там комбинации удара и в таком направлении. Расскажи, как сборы при Эльбрусе прошли, которые были в начале января, на что там был сделан упор, делились они, я так понимаю, порядка двух недель? Да, там основная задача была получить всю пользу от высокой горе, как-то научно называется этот, когда ты в горах проводишь сборы, у тебя в крови что-то там образуется. Из-за этого мы много бегали, очень тяжелый бег у нас там бывал, делали бочки, был набег, функционал, мы также и спарринговались, боролись. Там очень первое время особенно очень тяжело будет спарринговаться, ты чувствуешь, как будто не спарринг, как будто борьба за жизнь, как будто сам с собой дерешься, любишься. Там уже спускаешься на равнины, уже там будет легче через какое-то время. Мурат, мы сейчас обсуждали там, что там в легком весе. Мне совсем из головы-то вырить то, что полусредний вес в вашей команде, а не Бакар, Нурмагомедов. Да, наверное. Наверное, вот с ним ты как раз-таки и работаешь ты часто. Да, да, очень часто. А у Бакара очень, я считаю, был бы очень хорошим ударником, ну, хоть у меня и хороший партер, и грепплинг, ну, я думаю, его именно стойка, джепп, очень-очень хорошая. Есть вещи, которые я взял на вооружение. Что скажешь про бой Ислама Махачевой и Алекса в Волкановске? Ходит мнение, что это чуть ли не мисс-матч для Ислама, что в Волкановске маленький. В общем, что все будет проще, чем с Чарльзом Моливейрой, одним словом. Нет, такие бои не бывают легкие, все-таки они маленькие. Ну, Ислама для Ислама всегда ростом поменьше вроде. Были всегда удобные соперники. У него очень хороший клинч. Да. Он очень многих бойцов в нем загоняет. У него крепкие предплечья, кисти, руки. В Волкановскому в этом аспекте будет тяжело. Тем более, вот наши тренеры много нарабатывают оттуда с клинча, кстати, выходят в ходе. Там вот Алекса тяжело. Потом уже Ислам, когда там его помучает, поприжимает, наверное, он уже свое дело сделает, переведет и будет контролирует, а может и закончить. Ну, Алекса тоже непростой. Ход он и маленький рост, у него необычные длинные руки для его роста. Я думаю, прям легко тоже не будет, но Ислам уверенно. По тому, какой он форме, то, как он работает. Я с ним работал физически. У него средневеса, если не больше, тогда полутяжелая физическая кондиция. Физическая сила, как у полутяжа? Где-то, да. Вот эта плотность, вот эта техника, плюс еще техника. Я думаю, вполне да, потому что от многих полутяжей легче бывает как-то там отцепиться, выйти, чем ты, когда и с Исламом работаешь. Насчет сбора, который был в Эмиратах осенью. То есть там, кстати говоря, еще был и Хабиб Нурмагомедов. И там готовился к бою вместе с вами Билал Мухаммад, к бою с Брэдзи, который на UFC 280 состоялся. Он потом давал уже после турнира несколько интервью, и он был просто в восторге. В частности, о том, как все было организовано, как Хабиб кормил свою команду и прочее. Вот расскажи, что там действительно что-то прям такое настолько невероятное было. Настолько шикарные условия были вот именно на этом сборе в Дубае, если я не ошибаюсь. Да, в Дубае. В плане условий? Да. Ну, то есть я имею в виду не только там место для тренировок, но и в частности там проживание, кормежка и прочие такие моменты. Ну, это же этот король встречает, как может по-другому быть. То есть, ну, циркное семейство принято или как. Ну, да, на самом деле питание, гостиница, вот этот телевидение, да, как бы это, на еда называется. На высшем уровне, да, вот. Любого рода вида питания. Хочешь набор массов, хочешь скидывай, хочешь, ну, там тяжело, скидывай там, больше ты наберешь. Ну, вот проживание у нас было, да, в этом отеле. Питание тоже там, все на высшем уровне. Потренировался, вещи скинул, в пакет просто засунул. Тебе на следующий день поглажены, убраны уже. Даже домой не надо забирать, у тебя стопки лежат. Даже такие удобства, кто на сборах будет, они поймут, что это очень удобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Таиланда. Там же часто Даррен Тилл тренируется в Тайгере. И он в одном из интервью тебя отметил. А расскажи, скажем, о своем опыте работы с ним. Как раз вот Солдич был левша, а в то время я не в сезон приехал в Тайгер. Это еще такое время дождей. И он уже там был, потому что у нас бои были примерно в одних датах. И из левшей примерно моей комплектации, категории, хотя он был большой, под 100 весел. Да, он большой средний вес. Как он полседнего веса дрался, я даже не представляю. И такой левша, вот тоже бьющий задней рукой, там все, вот был подходящий. Он, и мы с ним много работали, боролись, спариговались. Получается, что Тилл там много работал с Шарой Буллитом. Ну, не знаю, не то, что было много, но он там с ним работал. А ты с случаем с Шарой Буллитом не пересекался? Вот в Таиланде как раз, у меня был 3 декабря, в июне 3 декабря с Рогольным. И там мы работали, спарринговались и работали. Как тебе Шарой Буллит? В частности, его защита от борьбы, все, Шарой, он же у нас ударник в первую очередь. Он неплохо набирает, такой схватывает на лету. Для того, для каких бойцов UFC, да, вот там, такой борьбы нету, да, как у меня. Ну, может, единицы, да, там есть, не знаю, кто там сейчас вспоминать. Ну, для, во-первых, там есть бойцы, я думаю, он вполне и защитится, и коленом даст, и локтем даст. Я думаю, для них хватит, тем более он набирает, и будет еще лучше. И вот то, что сейчас защита С, для них, я думаю, для них хватит, я думаю. Плюс его удары в стойке. Нет у тебя такого, знаешь, трепета перед бойцами UFC? Они такие же люди, просто я работал, если я не выезжал бы, наверное, в Америку, с ними не работая, спарринговая, с тем же Белял Мухаммадом и другими бойцами. Такие же они люди, они сами это понимают, они сами это знают. Они так же и проиграют, они так же и стучат, так же они и падают на задницу, да, как говорится, от ударов. Все это бывает в зале. На то есть, говорят, Белал Мухаммад – это тот человек, который чемпионом UFC стать может. Да, вполне, он очень быстро приспосабливается. Вот, например, я первый же спарринг переводил его одним способом. На второй он пришел, он очень меня удивил, что он, видимо, со своим тренером, я забыл, вот этот тренер, который выиграл ПФЛ, они такие друзья, близкие. Ну, кто знает, они вспомнят. Видимо, кто со стороны смотрел, подсказывал, и, видимо, они проанализировали. И второй спарринг, он мне не давал с этой позиции себя валить. Я уже искал другой способ и по-другому его переводил. Вот у него считается 100% защитой от борьбы. Но я, когда у меня удавалось его переводить, и с каждым разом он, каждый спарринг, другую схватку, он уже приспосабливался и уже не давал с этой, как бы, и мне приходилось обманывать, и там уже искать другие варианты переводов. Такой очень хороший парень тоже. То, что он знает, делится, я с ним делился. Сейчас тоже он пишет, когда будем тренировать борьбу. На связи, короче. А, слушай, а есть ли вообще какой-то боец, которого тебе не удавалось перевести, но уже, понятное дело, когда ты уже ход набрал? То есть не когда тебе, условно, 18 лет было, а когда ты уже стал таким сомневавшимся бойцом сам? Не, я не был такого, с кого я не смог перевести. С кем я работаю. Может, не было такого, чтобы я там всех удерживаю, но там по-любому дают. Ну, я потом все равно нахожу свой этот тейкдаун-проход, и дальше валю, опять встаю, валю. Ну, вот такая работа. А чтобы я кого-то не спал, я и благой Иванов в Америке спалил, и его тяжело. Благой Иванова ты смог перевести даже. Это же такое неудобное вообще боец-то. Вот тебе было неудобное. Сколько он весил, да. Я чуть спину себе не надорвал. Я не понял, зачем меня поставил с ним это Али Абдалязиз. Я был сначала удивлен, не хотел. Я смотрел, он так машет руками из клинча, все, думал, что с ним попадет. Я как-то так в ногу прошел, удалось назад забежать, и его там раунд так домучить, короче, там, так, короче, замазать. Али Абдалязиз поставил? Да, мы там меняли круговую, там не было больше. Короче, все маленькие были, я более-менее повесил, короче. Ну, конечно, это как его... Если он, может, наверное, бил бы тоже, наверное, в бою, наверное, было, может, не говорю, что я его, короче... Но именно там получилось? Да, ну, просто перевести, как ты говоришь, все равно у меня получается. Субтитры сделал DimaTorzok